В Исквенногорске реанимируют самый внушительный в масштабах региона долгостроя. За счет дотации из областного бюджета в городе восстановят замороженное на 10 лет строительство учебного центра из 13 корпусов. В 2011 году большую стройку инициировало тогда еще Министерство образования и науки. Заручившись республиканским финансированием, кураторы проекта похитили свыше 900 миллионов тенге. В итоге практически достроенное здание законсервировали, а чиновники были осуждены за растрату. Дальнейшую судьбу и причины запустения скандального объекта узнавал Вячеслав Етлугин. К самому знаменитому в Усть-Каменогорске долгострою, заброшенному центру подготовки машиностроителей, сегодня не подступится. Водительная охрана препятствует видеосъемке. Впрочем, охранять здесь уже нечего. Мародеры вывезли отсюда пластиковые окна, перекрытия и прочие металлоконструкции. В 2013 там здания с учебными корпусами готовили к сдаче в эксплуатацию. Проект оценивался почти в 4 миллиарда тенге. Этот массивный долгострой с 10-летней историей, некогда перспективный проект, тогда еще Министерство образования и науки. В 2013 году здесь планировали открыть центр подготовки машиностроителей, но из-за коррупционных скандалов большая стройка встала. И здесь практически все разграбили. И только сейчас, в 2022 году, этот объект пытаются реанимировать, но уже за счет областного бюджета. Журналист и общественник Денис Данилевский в деталях разбирал причины заморозки, столь дорогостоящей даже по республиканским меркам стройки. Его досье подтверждают ответы на официальные запросы в следственные органы и на тот момент Министерство образования и науки. Стройка началась в 2011 году. В 2012 вроде как к завершению все шло, но обрушилась крыша в здании столовой. Пошли проверки и выяснилось, что многие работы были проведены фиктивно. То есть акты выполненных работ подписывались, а реально работы сделаны не были. В итоге за хищение 900 с лишним миллионов тенген на 7 лет были осуждены двое кураторов. Большой стройки вице-министр и один из его подчиненных. В итоге после череды коррупционных скандалов в 2018 профильное министерство избавилось от уже заброшенного здания балласта. Объект передали на баланс отдела строительства Акимата Усть-Каменогорска. Впрочем, представители городской администрации так и не разработали план реанимации долгостроя. Несколько запросов было. Последний, это январь 2019 года, когда городской Акимат ответил нам, что теперь нужно им, передали им, теперь нужно проводить экспертизу. В итоге все встало, да. Хотя на тот момент, не буду называть какой, вуз, но проявлял очень большую заинтересованность забрать все это. В итоге оживить это здание и использовать объект по прямому назначению рассчитывают уже чиновники областного уровня. После всех необходимых экспертиз и последующих восстановительных работ, здесь создадут школу-интернат для одаренных детей. Старта этому объекту мы дали. В ближайшее время будут проведены необходимые юридические процедуры. И со следующего года, я надеюсь, что в конце следующего года, возможно, мы захватим небольшую часть 2024 года. Это замечательно, школа будет введена в эксплуатацию. Окончательно завершить растянутую на десятилетия стройку рассчитывают в 2024 году. Кстати, по поручению президента, изъятые у коррупционеров средства отныне будут направляться на строительство школ и пристроят к ним. По данным Кабмина, речь идет о сотне миллиардов тенге, возвращенных в казну. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24. Продолжение следует.